Звук идёт? Идёт, да, всё, звук идёт, записи есть, можно. Да, батюшка, значит, хотел бы вас спросить вопрос один, он из двух частей. Первая часть вопросов, каково было ваше отношение с детства к государю императору Николаю II, да? И второй вопрос, почему он для вас свят? Вот сейчас, вообще, раскрыть личность государя, ваше личное отношение к государю императору Николаю II и почему? Ну, я хочу сказать, что я православный священник, верую в нашу Господа Бога Иисуса Христа, служу в нашей православной церкви, московского патриархата и нашему всепейшему патриарху Кириллу. Я патриарх. И у меня нету, и в моей семье, какие-то отношения, как сейчас вы спрашиваете меня. Для меня Николай II святой, святой мученик Николая, именно, император наш. И больше словами могу сказать, к святому нету другого отношения, как к святому. Он стоит наравне со всеми святыми. И мы не должны именно брать прошлое, когда он родился, жил, служил, управлял империей, государством. Он святой. Его кончина нам доказала его святость. А его кончина – это мурашки по телу идут. Он не только сам погиб, но и вся его семья. Как мы можем, а сейчас, начинать копаться в его биографии? Разбойник на кресте, рядом с нашим Господом Богом Иисусом Христом, висел, за одно уверование, за одно слово, он стал святым. Никто не спрашивает, каким он был разбойник, что он сделал. Он уверовал и стал святым. А наш Николай II, святой мученик, и вся его семья, он доказался, если бы Николай II со своей семьей уехал за границу, или стал жить где-то, это другое разговаривало. Кончина исчезла для меня и для моей семьи. Ну и понятно, вы спрашиваете, какое у меня было раши отношения. А какое у меня было бы это? Мой папа родился, и мама, в 1916 году. У них свидетельство о рождении было с двуглавым орлом. Ну, потом, когда они паспорт получали, то и другом. А они родились в царской России. Соответственно, они были верующие и православные, и верили в нашу Господу Бога Иисуса Христа, и любили и верили императора Николая II. Вот и отношения. С детства я знал, кто он такой. Потом у меня в роду пять канонизированных святых. Мой прадедушка, мой дедушка, брат дедушки, второй брат дедушки, племянник. Все они... Это моя жена, я... Матерка, она рыбомуется. Я рыбактим буду. На нас становились все они. Вы можете начать со слов. Мученики все. Все мои. У меня в роду рыбаки, моряки и священники. И по линии мамы, и по линии папы. И вот Николай Конихов, это родной брат моего деда, он самый близкий, можно сказать, просто Николай Конихов, он святой. Прадед мой, его отец соответствовал, также претисклику святого деда. Ну, они все мученики. Его в 18-м году, прадеда в тюрьме, он умер, второго расстреляли, и так и дали. Кабе, с детства я знал, что я буду священником. Ну, я думал, что я 50 лет стану священником, уеду в какую-нибудь свою родную деревню, я сам с побором, да, с Архангельской области, там летняя золотица, там деревня. Да, думаю, уеду и буду уже служить. Но у меня стало 50, мне стало 60, сейчас 65 лет, а я все, никак не могу уехать в деревню, и служить нашему Господу Богу Иисусу Христу. Да, именно в деревню. Я здесь нахожусь в Москве, продолжаю и служить в храме Николая Иисусу Христу и путешествовать. Николая Второго, я даже, когда я говорю, у меня мурашки по телу идут, он святой. Я молюсь ему, я люблю его, и все любят его, и не надо об этом говорить. У нас есть кончина его. Вот это и подвергает. Сам Господь Бог подвел это. И Николай, второй, святой, мученик Николай со своей семьей не нуждается, чтобы в него засадывали. Он под охраной, и он с Господом Богом. А мы, это, что сейчас говорить, это говорить о нем, о нашем строе, о церкви, о фильмах снимать. Это все делать для себя. Но это ни тени никак не отражается на Николая Ивановича. Ни тени. Как это мы... И что бы мы ни говорили, мы любим наших святых. Там Сергий Радон, Сергий Масаровский, Иоанна Кронштадт, Федора Ушакова и другие. Мы же любим их за святость. Мы же не копаемся в их. Почему так? А это почему так сделали? Не Николаю Второму. Это просто, чтобы... Нашу православную церковь никогда нельзя победить, или уничтожить, или расшатать. Именно извне. И можно только изнутри то, что случилось в революции. Расшатать. Но она была, есть и будет. И на скончание века. И мы должны благодарить Господа Бога, что у нас, защитника Святой Руси, А Он-то знал. Наш святой мученик. Он служил ей. Он любил ее и вся его семья. И Он молится за нас. А нам стыдно. Стыдно. Мы начинаем это. Это стыдно. И мне, я никогда, и тень у меня не произойдет. И я хочу, чтобы и мои близкие, и дальние, и вся Россия только смотрела и молилась нашему имену. Святому мученику Николаеву Второму. Спасибо, Господи, большое. Спасибо, Господи. Это, ну, по Суворову, последнее, мы, скажем, и начинаем. Ну, что можно говорить? Можно и о Федору Шакове. Правильно говорится? Да, конечно. Можно обо всех начать. И вот, кого-то там крикнул, на кого-то это, что-то он сделал. Это как сейчас, вот, выключите пока. Открытые двери, и все. Я уже вырос до потолка. Все. Больше я уже не выслужусь. Это, я же, можно сказать, белый священник. У нас правят церкви монахи, черные. Монахи тогда могут до владыки, до патриарха дойти. А мы, вот, женатые, у нас только вот самый большой метрофорный и с открытой дверью. И все. Да. Ну, это и все. Это самое большое, это открытые двери. У меня и жена, и пять детей, еще так. Боже, благослови. На сердце положите. Да. Смотрите, чтобы не было видно. Нормально это? Нормально? Да. Пошла до записи? Давай. Звук идет? Вот, идет, да. Все, звук идет. Запись есть. Да, батюшка. Значит, хотел бы вас спросить. Вопрос один, он из двух частей состоит. Первая часть вопроса, каково было ваше отношение с детства к государю-императору Николаю II, да? Вот. И второй вопрос, почему он для вас свят? Вот сейчас, вот, вообще, раскрыть личность государя, ваше личное отношение к государю-императору Николаю II, и почему? Ну, я хочу сказать, что я православный священник, верую в нашу Господа Бога Иисуса Христа, служу в нашей православной церкви, московского патриархата и нашему святейшему патриарху Кириллу. Я протеерей. И у меня нету, и в моей семье какие-то отношения, как сейчас вы спрашиваете меня. Для меня Николай II – святой, святой мученик. Николай, именно император наш. И больше слов я могу сказать, к святому нету другого отношения, как к святому. Он стоит наравне со всеми святыми. И мы не должны именно брать прошлое, когда он родился, жил, служил, управлял империей, государством. Он святой. Его кончина нам доказала его святость. А его кончина – это мурашки по телу идут. Он не только сам погиб, но и вся его семья. Как мы можем а сейчас начинать копаться в его биографии? Разбойник на кресте рядом с нашим Господом Богом Иисусом Христом висел, за одно уверование, за одно слово он стал святым. Никто не спрашивает, каким он был разбойник, что он сделал. Он уверовал и стал святым. А наш Николай II святой мученик и вся его семья. Он доказался, если бы Николай II со своей семьей уехал за границу или стал жить где-то. Это другой разговор. Кончина – для меня и для моей семьи святой. Ну и понятно, вы спрашиваете, какое у меня было разше отношение. А какое у меня могло быть? Мой папа родился и мама в 1916 году. У них свидетельство о рождении было с двуглавым орлом. Ну потом, когда они паспорт получали, то и друга. А свидетельство, они родились в царской России. Соответственно, они были верующие и православные, и верили в нашу Господу Бога Иисуса Христа, и влюбили и верили императора Николая II. Вот и отношение. С детства я знал, кто он такой. Потом у меня в роду пять канонизированных святых. Мой прадедушка, мой дедушка, брат дедушки, второй брат дедушки, племянник. Все они я забыл выключить. А это моя жена. Потом перезвоню. Матушка. Матушка. Она уже волнуется. Я забыл телефон дома. Давайте на нас надеюсь. Да. Вы можете начать со слов в очереди. Да. мои перечиски. У меня в роду рыбаки, моряки и священники. И по линии мамы, по линии папы. И вот Николай Конихов, это родной брат моего деда, он самый близкий, можно сказать, просто Николай Конихов, он святой, прадед мой, его отец соответствовал, причискли к лику святого, потому что они все мученики. В 18-м году прадеда в тюрьме, он умер, второго расстреляли, так и дали. Как? С детства я знал, что я буду священником. Но я думал, что я 50 лет, стану священником, уеду в какую-нибудь свою родную деревню, я сам с помором, да, с Архангельской области, там летняя золотица, там деревня, думаю, уеду и буду уже служить. Но у меня стало 50, мне стало 60, сейчас 65 лет, а я все, никак не могу уехать в деревню и служить нашему Господу Богу Иисусу Христу. Да, именно в деревню. Я здесь нахожусь в Москве и продолжаю и служить в храме Николая Чудотовца и путешествовать. Николая Второго, я даже мне, когда я говорю, мне мурашки по телу идут, он святой. Я молюсь ему, я люблю его, и все любят его, и не надо об этом говорить. У нас есть кончина его. Вот это и подверлить, сам Господь Бог подвел это. И Николай Второй, святой, мученик Николай со своей семьей, не нуждается, чтобы в него заседали. Он под охраной, и он с Господом Богом. А мы это, что сейчас говорить, это говорят о нем, о нашем строе, о церкви, фильмы снимает, это все делает для себя. Но это ни тени не отражается на Николая Второго, ни тени. Как это может, что бы вы ни говорили, мы любим наших святых, Сергий Радон, Сергий Масаровский, Иоанна Кронштадтского, Федора Ушакова и другие. мы же любим их за святость, мы же не копаемся в их. Почему так вырую? А это почему так сделали? Не Николаю Второму. Это просто, нашу православную церковь никогда нельзя победить или уничтожить или расшатать именно извне. и можно только изнутри то, что случилось в революции расшатать. Но оно было, есть и будет. И до скончания века. И мы должны благодарить Господа Бога, что у нас защитника Святой Руси, а он знал, наш святой мученик, царь императора Николая Второго, он больше всего знает о нашей республике. Он ей управлял, он служил ей, он любил ее и вся его семья. И он молится за нас. А нам стыдно, стыдно, мы начинаем это, это стыдно. И мне, я никогда, и тени мне не произойдет. Я хочу, чтобы и мои близкие, и дальние, и вся смотрела и молилась нашему именно святому мученику Николаю Второму. Спасибо Господи большое. Спасибо Господи. Хорошо, что нельзя это вообще поднимать эту тему. Это последнее можно сказать. Ну что можно говорить, тут видите, есть зацепки. Можно и о матушке Матрионе тогда поднимать. Вопрос, можно и о Федоре Ушакове. Правильно, лица? Можно обо всех начать, и вот кого-то там крикнуло, кого-то что-то он сделал. Это как сейчас выключите пока. А Суворове? Суворов, Александр Васильевич Суворов.